Катерина Ладзарей шла через пустую площадь. Фистончатый подол голубого бархатного пальто волочился по свежему снегу, оставляя на брусчатке бледно-розовый след. Тишину нарушал лишь тихий ритмичный шорох шагов. С таким звуком просеянная мука ложится на старую деревянную доску. Со всех сторон серебряными кинжалами в оловянное небо вонзались итальянские Альпы. Невысокое солнце едва просвечивало сквозь дымку в золотая булавчатая головка на серой ткани. В утренних лучах, вся в голубом, Катерина походила на птицу. Обернувшись, с протяжным вздохом она выпустила в холодный зимний воздух облачко пара. «Чиро!» — позвала она. «Эдуардо!» Катерина слышала, как смех сыновей эхом разносится по пустой колоннаде, но не могла понять, где они. Взгляд ее скользнул по колоннам. «Это утро плохо подходило для игры в прятки». Катерина снова окликнула детей. Голова кружилась от наплыва дел. «Большие проблемы и маленькие поручения, несметное число мелочей, документов, в которых надо разобраться, ключей, которые надо вернуть. А еще нужно как-то распределить оставшиеся лиры, чтобы уплатить по счетам. Первое, с чем сталкивается вдова — бумажная конетель». Катерина и представить себе не могла, что в первый день 1905 года будет стоять здесь одна, и впереди ничего, кроме слабой надежды, что однажды все наладится. Все обещания, данные ей, были нарушены. Катерина посмотрела вверх. Окно на втором этаже над обувной лавкой распахнулось, и какая-то старуха принялась вытряхивать лоскутный коврик. Катерина поймала ее взгляд. Женщина отвернулась, втащила коврик в комнату и захлопнула окно. Из-за колонны выглянул Чиро, ее младший. Его зеленовато-голубые глаза были отцовского оттенка, глубокого и чистого, как море всестре Леванте. В свои десять — точная копия Карло Ладзари. Большие руки и ноги, густые песочного цвета волосы. Самый сильный мальчик Вильминоре. Когда деревенские дети спускались в долину за вязанками хвороста, Чиро всегда тащил на спине самую большую охапку, потому что мог ее унести. Глядя на него, Катерина почувствовала, как защемило сердце. Черты его лица напоминали обо всем, что она потеряла навсегда. — Сюда! — она указала на мостовую рядом со своим черным ботинком. — Немедля! Чиро подобрал отцовский кожаный мешок и, подбежав к матери, позвал брата, прятавшегося за статуей. Эдуардо, которому было одиннадцать, пошел в родню Катерины, Мантини, черноглазый, высокий и гибкий. Подхватив свой ранец, он уже бежал к ним. У подножия гор, в городе Бергамо, где тридцать два года тому назад Катерина появилась на свет, семья Мантини держала в лавке на Виа-Борго-Палаццо печатный пресс, штамповала линованную бумагу для писем, изготавливала визитки и выпускала небольшие книжки. Еще у них был дом и сад. Когда Катерина закрывала глаза, она видела родителей, сидящих за столом в увитой виноградом беседке. Они ели рикотту и толстые ломти свежего хлеба с медом. Катерина помнила о них все, кем они были и чем владели. Мальчики побросали свои сумки в снег. «Прости, мама!» — сказал Чиро. Он смотрел на мать, точно зная, что она — самая прекрасная женщина в мире. Ее кожа пахла персиками, а на ощупь была как атлас. Длинные волосы не спадали мягкими волнами. Со всем малышом, лежа у нее на руках, он любил крутить черный локон, пока тот не свивался в сияющий жгут. «Ты сейчас такая красивая!» — искренне сказал Чиро. Если Катерина грустила, он всегда пытался развеселить ее комплиментами. Она улыбнулась. «Каждый ребенок думает, что его мать красавица». Щеки у нее порозовели от холода, а кончик орлиного носа стал ярко-красным. Даже если это не так. Катерина выудила из сумочки зеркальце и замшевую пуховку. Краснота исчезла под слоем пудры. Поджав губы, Катерина критически оглядела мальчиков, поправила воротник Эдуардо и одернула рукава Чиро, попытавшись прикрыть запястье. Но пальто давно стало ему мало, и как ни тяни, двум лишним дюймом на манжетах взяться было неоткуда. «Ты все растешь, Чиро!» «Прости, мама!» Она вспомнила, как раньше им шили пальто по росту, а еще брюки из тонкого вельвета и белые хлопковые рубашки. В колыбелях ее мальчиков укрывали теплые стеганные одеяльца, распашонки были из мягкого хлопка, а пуговички на них перламутровые, деревянные игрушки, книжки с картинками. Теперь же сыновья выросли из одежды, а новую взять неоткуда. У Эдуарду лишь одна пара шерстяных брюк и пальто, которое ему отдал сосед. Чиро же носит добротную, но плохо сидящую на нем отцовскую одежду. Брюки на три дюйма длиннее, чем надо, Екатерина подвернула их с металла на живую нитку, шитье не входило в число ее талантов. Ремень у Чиро, пусть и застегнутый на последнюю дырочку, все равно болтался на животе. «Куда мы идем, мама?» спросил Чиро, когда они отправились дальше. «Она тебе уже сто раз говорила, опять ты не слушал», Эдуардо поднял мешок брата. «Поэтому ты должен слушать за двоих», напомнила ему Катерина. «Мама ведет нас в монастырь Сан-Никола». «Почему мы должны жить с монашками?» возмутился Чиро. Катерина обернулась к сыновьям. Они смотрели на нее в надежде на объяснение, которое придало бы смысл таинственным событиям последних дней. Они даже не знали, о чем спрашивать, что именно им нужно выяснить, но нисколько не сомневались, что странному поведению матери есть причина. Днем Катерине не удавалось скрыть озабоченность, ночами же, думая, что сыновья уже спят, она плакала. Она написала множество писем. За одну эту неделю больше, чем за всю прежнюю жизнь на памяти детей. Катерина знала, что, открыв правду, разрушит их надежды, ведь она единственная, кто остался у них в целом мире. А в будущем Чиро вспомнит только голые факты, Эдуардо расцветит их фантазией. Ни одна из версий не будет правдой. Так имеет ли это значение? Катерина не могла вынести свалившуюся на нее ответственность, принимать все решения в одиночку. Пребывая во власти горя, она, тем не менее, должна была сохранять здравомыслие и думать о будущем своих мальчиков. В теперешнем состоянии она не могла о них позаботиться. Катерина составила список фамилий, припомнила все связи своей семьи и семьи мужа, поименно каждого, кто мог бы помочь. Внимательно просмотрела этот список, понимая, что многие из этих людей, возможно, сейчас нуждаются в помощи не меньше нее. Бедность изъела этот край, вынудила многих спуститься с гор в Бергамо или Милан в поисках работы. После долгих раздумий Катерина вспомнила, что отец печатал молитвенники для каждого прихода в Ломбардии вплоть до Милана на юге. Он делал это бесплатно в качестве пожертвования в пользу Святой Римской Церкви и не ждал вознаграждения. Катерина воспользовалась оказанной прежде услугой, чтобы пристроить сыновей к сестрам монастыря Сан-Никола. Она положила руки на плечи Эдуарду Ичиро. «Послушайте меня. Сейчас я вам скажу самые важные слова, такие когда-либо говорила. Поступайте так, как вам велят. Делайте все, что скажут монахини. Старайтесь изо всех сил. Вы должны выполнять все их поручения и даже больше, предвосхищать их. Хорошенько смотрите вокруг. Беритесь за работу, прежде чем сестры о ней попросят. Велят набрать дров. Делайте это немедленно. Никаких жалоб. Помогайте друг другу. И станьте незаменимыми. Порубите дрова, принесите их и сложите в очаг, не дожидаясь просьбы. Проверьте вьюшку, прежде чем поджечь растопку. А когда все прогорит, вычистите пепел и закройте дымоход. Приберите за собой, чтобы все блестело. Подготовьте очаг к следующей топке. Запасите сухие поленья и щепу. Спрячьте метлу, совок и кочергу. Не ждите напоминания. Старайтесь приносить пользу и не доставлять неудобств. Будьте благочестивыми. Молитесь. Садитесь на первую скамью во время мессы и на дальний конец стола во время обеда. Берите еду последними и никогда не просите добавки. Вы здесь только из милости, а не потому, что я могу оплатить ваше содержание. Понимаете? Да, мама, сказал Эдуарду. Катерина погладила Эдуарду по щеке и улыбнулась. Он обхватил ее талию и крепко прижался к матери. Катерина привлекла к себе Чиро. Так приятно было уткнуться лицом в мягкую ткань его пальто. «Я знаю, что ты можешь быть хорошим мальчиком». «Нет, не могу!» С жаром воскликнул Чиро и вырвался из объятий матери. «И не буду!» «Чиро! Ты зря это придумала! Нам здесь не место!» «Нам негде жить!» — возразил практичный Эдуарду. «Так что наше место там, куда нас отправит мама!» «Слушай, брата, это лучшее, что я могу сейчас сделать!» «Летом я заберу вас домой!» «Обратно в наш дом?» — спросил Чиро. «Нет, в новый дом. Может быть, мы переберемся повыше в горы, в Эндине». «Папа возил нас туда, на озеро!» «Да, это городок на озере. Помните?» Мальчики кивнули. Эдуарду потер руки, чтобы согреть их. «Вот! Возьми мои перчатки!» Катерина сняла длинные черные перчатки, доходившие ей до локтя. Надела их Эдуарду на руки, подтянула повыше, заправила под короткие рукава. «Лучше?» Эдуарду закрыл глаза. Тепло маминых перчаток поднималось от ладони вверх, разливалось по телу, пока не окутало его целиком. Он откинул рукой волосы с олба, от пальцев успокаивающе пахло чесаным хлопком, лимоном и фрезией. «Мама, а мне что?» — спросил Чиро. «Тебя уже согревают папины перчатки», — улыбнулась она. «Но ты хочешь еще и что-нибудь мамина?» «Пожалуйста!» «Дай руку!» Чиро стянул зубами кожаную перчатку. Катерина сняла с мизинца золотое кольцо и надела его сыну на безымянный. «Мне его подарил мой отец». Чиро посмотрел на кольцо. Причудливо изогнутая буква «Ч» в овале тяжелого золота блестела в свете раннего утра. Он сжал кулак. Золотой ободок хранил тепло маминой руки. Тр interested на уходницу в социальнойートе мне путь, Золотой ободок хранит эксклюзии Auntie дух. ���å. Причудливо изогнутые스�и, освоб interconnected pousшествоμέ Williams pakent Dлюksin. Третья軽ая, ��로 каждой девять евро-�онам, меньшее еснотежда, Продолжение следует...